Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Донец и вы смотрите Честный обзор. Совсем недавно я делал распаковку на этого красавчика-малыша Samsung Galaxy A01. Его особенность в том, что стоит он всего лишь 6000 рублей с копейками и цена будет, конечно, постепенно падать. При этом на борту у него две основных камеры, 13 мегапикселей и 2 мегапикселя для создания эффекта боке. С обратной стороны мы видим камеру для селфи, которая имеет разрешение 5 мегапикселей и HD дисплей. Просьба не путать с Full HD, HD это 720p. На борту имеется процессор Snapdragon, вы не поверите, у которого частота 2 ГГц. Однако все это ограничено оперативной памятью 2 ГГц и, соответственно, ему некуда развернуться. Внутри корпуса прячется разъем для одновременного использования флешки на 512 и двух сим-карт. Получается, что это довольно интересный смартфон, если подарить, например, кому-то из старшего поколения, которым абсолютно все равно какое качество камер. Получается, что это интересный смартфон, если подарить его ребенку, который завтра может бросить его об стенку просто потому что играет. Понимаете, о чем я? А все подробности мы с вами увидим прямо сейчас в нашем честном обзоре. Вперед! Дамы и господа, вы правильно сделали, что остались, хотя и сами об этом догадались. Распаковку я делал более подробно первым роликом, ссылка на который будет в конце этого. Если интересно, можете пересмотреть. А сейчас немного о том, что было в коробочке. Все, что было в упаковке, вы можете видеть сейчас перед собой. То есть ни о каких наушниках речи здесь нет. Вы спросите, а зачем же компания Samsung выпускает такие недорогие модели? Да многие из вас просто не понимают, что именно на них она и зарабатывает. Что касаемо флагманов, то их покупают гораздо реже, а эти просто как семечки. Ведро мне, пожалуйста, взвешайте. А01. Для всех родственников подарок. И вот таким образом получается, что сумма в итоге за них выходит большая. Ну и имеется в виду общая прибыль. Друзья, давайте рассмотрим его внешний вид. И мне он показался очень неплохим. Сзади пластик, который под металл сделан. И он не маркий, это уже хорошо. Но рекомендую носить в чехле, чтобы все это не треснуло. Выглядит по старинке вот такой динамик. Звук у этого динамика средней громкости. Нельзя сказать, что он прям вообще плохой, но средней громкости. То есть, если подарить этот смартфон пожилому человеку, то в соседней комнате он, возможно, и не услышит вашего звонка. Что же касается воспроизведения звука в играх, то здесь все кашеобразно. Какая-то неразборчивая какафония. Мало того, вибрация от динамика идет по всему корпусу, что не супер. Ну, а на лицевой части ничего интересного, кроме селфи-камеры 5 мегапикселей и решетки динамика. На левом торце мы с вами лицезреем обыкновенную качелю громкости. Ничего лишнего здесь нет. На правом торце мы лицезреем разъем для сим-карты и флешки. Идея поставить сюда разъем для одновременного использования двух сим-карт и флешки классная, потому что это действительно делает его более удобным. А вот отсутствие олеофобного покрытия на поверхности, это отстой, конечно. Но зато он легко решается при помощи обыкновенного бронированного стекла. Продается все это за копейки, поэтому порешайте сами. Примечательно, что модуль камеры у нас двойной. Один из них 12 мегапикселей, а второй 2 мегапикселя вспомогательный для создания эффекта боке. На нижнем торце разъем microUSB и, конечно, один микрофон. На втором сэкономили. А на верхнем торце разъем под наушники 3,5 мм, который очень даже кстати... Информация по зарядному устройству 5 вольт, 1 ампер. Это при аккумуляторе 3000 мАч. Ну, соответственно, заряжаться будет достаточно долго и быстрой зарядки здесь нет. Но если даже в руках его повертеть, он тупо малюсенький. Ну, совсем малыш такой, знаете. Емкость аккумулятора 3000 мАч. При процессоре Snapdragon 2 ГГц, восьмиядерном. И в небольшом количестве производительности можно подумать, что этот смартфон явно не будут использовать для игр. Поэтому аккумулятора будет хватать очень надолго. Ведь все зависит от того, как вы им пользуетесь. 3000 это очень хорошая цифра. Дисплей имеет разрешение HD 720, хорошая плотность пикселей, потому что пикселей здесь не видно. Недостаток дисплея заключается в том, что он не настраивается. То есть поярче его, по цветонасыщенней никак не сделаешь. Однако технология такая, что глаза не устают. Для меня это важно. Шим отсутствует при любых раскладах, при любой яркости. То есть да, ты не будешь наслаждаться качеством офигенного дисплея, но при этом глаза не устают. При том, что вроде бы и размер маленький, по идее они должны напрягаться. Нет. Вот в этом все-таки плюс дисплей ставлю 5 баллов. Ну для такой цены, конечно. Здесь реально все натурально. Единственная проблемка угла обзора, конечно, будет хуже, чем у AMOLED. Ну опять же, он нормальный. Сами все видите, не особо меняются и цвета. Но есть еще один маленький недостаток у сенсора. Когда ты набираешь сообщение, слева и справа клавиши как-то плохо срабатывают. Там как бы чувствительность сенсора получается пониже. Я обалдел, когда это увидел. Вы, ребят, вы чего? Могли бы сделать сенсор нормальный по всей поверхности. Но это уже вообще... Ну да, он нажимается, но надо прямо вдавливать. А посередине прям касаешься и чувствительность прекрасная. Евгений Донец, мультиформатный ведущий со стажем более 14 лет. Одинаково блестяще проведет вашу свадьбу, корпоративную вечеринку или концерт. Возраст людей не имеет значения. По отзывам клиентов, ведущий Донец не похож ни на кого. Он отличается ненавязчивой подачей, искренним ведением праздника и высоким уровнем профессионализма. Если на вашей свадьбе появился Евгений Донец, значит она пройдет весело. Внутри очень плавная оболочка от Samsung, которая работает просто идеально. Потому что все оптимизировано. Времена, когда Android был тормозным, давно уже минули. Я тут открыл YouTube и посмотрел, как воспроизводится мое видео, которое частотой 60 кадров в секунду. Он его воспроизводит 720p. Смотрим, что сверху. Здесь у нас практически все стандартные функции. Нет NFC, как мы можем лицезреть. Имеется Dolby Atmos, бесполезная опция. Фильтр синего, ведь здесь не Super AMOLED, поэтому она не особо нужна. Глаза и так не устают. Bluetooth, все, больше никаких модулей нам сюда не поставили. Как обычно в дешевых моделях есть FM-радио, я, если бы честно, встраивал его и во флагманы. Пользуясь случаем, я хочу передать привет магазину Касла, которые снабжают меня интересными новинками. Не только премиум сегмента, но и сегмента народного, который тоже необходимо популяризировать. Потому что Samsung это в принципе хорошая компания. Она одна из лидеров рынка. И говорить, что у нее есть какие-то плохие телефоны, а есть хорошие, будет неправильно. Правильно говорить, что есть телефоны, рассчитанные на низкобюджетного потребителя, а есть телефоны для премиум сегмента. Настройки камер очень посредственные. HDR имеется, но он работает только для фотографий. Размер видео, Full HD для обеих камер. Это максимальное разрешение. HD 720 считаю форматом бесполезным. Не знаю для кого и куда он применяется. Дневная съемка при хорошем освещении показывает достаточно неплохие результаты. Через Москву реку мы видим здание Министерства обороны Российской Федерации. При этом стоит отметить, что HDR работает только для основной камеры. Настройки камеры для селфи его не отображают. На эту камеру можно позволить себе снимать лайфблок. Здравствуйте, я нахожусь сейчас в парке Горького Москвы. У нас сегодня великолепная погода, позади меня происходит ничего. Просто все гуляют. Из модных сегодня направлений съемки мы видим живой фокус, обычная фотография, видеозапись. Для селфи камеры нет режима Pro. Для основной камеры мы видим режим видеозапись, фотография, живой фокус, исключительно работающий для режима фото. И, конечно, здесь имеется режим Pro, где кое-что можно поднастроить под себя. Ну и режим панорама, не знаю где он применяется и кем. Давайте попробуем сравнить эти камеры с камерами S10+, моего флагмана. Невский проспект с высоты птичьего полета. Невский проспект с высоты птичьего полета. Короче, вот сейчас мы делаем снимок на A01. А сейчас там же, на S10+. Еще один снимок на A01. И снова на S10+. Разница колоссальная. Теперь давайте сравним видео, которое я снимаю на селфи-камеру. 30 кадров в секунду, тоже без стабилизации оба смартфона. Почему-то снизу затемняется. То есть снизу это наша новая модель без HDR на видео. Вот и вся история. Вы знаете, не сильно-то видна разница, да? Для неопытного человека. Кроме эффекта HDR, когда снимаешь против солнца, S10+, выравнивает, а этот не может, ему просто нечем. Камеры. Про них я могу сказать только одно. Они есть. И если вам нужно что-то задокументировать, то, конечно, на них будет разборчиво виден, например, текст. Что же касаемо удовольствия от этих камер или сфотографировать какое-то памятное событие, забудьте. Для этих целей существуют другие смартфоны, чуть дороже и качественнее от компании Samsung. И не только. Давайте прямо сейчас протестируем с вами, как он поведет себя в играх. Мне реально самому интересно нагрузить его и посмотреть, не треснет ли он от напряжения. Когда я открыл Real Racing, я был ошеломлен тем, что она вообще идет. Конечно, разрешение здесь, по-моему, даже ниже, чем HD 720. Однако плавность очень хорошая. 60 кадров в секунду, 100% они имеются для вас, друзья мои. Он тянет игры. Ребята, налетай! Открыв игру Mortal Kombat, я был удивлен не меньше, поскольку она вообще не тормозит и воспроизводится с хорошим качеством. Удивительно, но факт. Возможно, потому что разрешение HD 720, и это позволяет графическому процессору с легкостью справляться с поставленной задачей. Что касаемо качества этого дисплея в играх, то оно совсем не очень. Я вам могу сказать, что играть можно, но когда обновляется картинка, то как бы остается след. Понимаете, это было в старых компьютерах. Мышкой проведешь, а сзади след от этой мышки еще тянется. Странная история, но здесь она все-таки внедрена. Или точнее, еще не допилена. Друзья, что я сейчас вижу, что асфальт идет без тормозов, но с достаточно низким разрешением. И это говорит о чем? О том, что это прекрасная игра, в которую можно рубиться на Samsung Galaxy A01. И еще как рубиться. Вот это я жарю, вот это я жарю, пацаны. Йес, Жека первый. Отвечая на вопросы подписчиков, во время игр, как ни странно, он не греется. А что вы ждете? Процессор-то хороший. Ну, остальное, может быть, там камеры никакие. А процессор-то хороший. Так, ну, в общем-то, неплохие показатели. Давайте посмотрим, где он находится по рейтингу. Так, листаем вниз, вниз. Ну, а где же ему еще быть с такими характеристиками и с такой стоимостью? Давай, давай. Ну, где? Дно прошибли уже. А, так, пошли, пошли. 87 место, друзья мои. Это не самый худший вариант, потому что 89-е еще есть. А есть еще те, которые даже не вошли в этот список. Кстати, важно отметить, что здесь стоит мега тормозной Wi-Fi, работающий на частоте 2,4. Очень медленные прямо. Нужно подходить близко к роутеру, чтобы хоть как-то загрузка ускорялась. Вообще здесь даже установленные игры загружаются очень медленно. Я связываю это с малым количеством оперативной памяти. Тормозов на Shadowgun Legends пока что не наблюдается. Что меня вообще удивляет. Ну, посмотрим, когда будет много персонажей. А вот и первые тормоза. Так, 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 понятно. Очень трудно играть, потому что все тормозит, включая меня. Потому что, ну, очень сложно сориентироваться. Оно реально висит просто и все. На тебе. То есть, ребят, играть в качестве обзора в Shadowgun Legends возможно. Но получить удовольствие от этой игры не получится. Я думаю, что за эти деньги вы больше хотите услышать о его недостатках. Вы знаете прекрасно, что он не может быть супер-классным за 6,5 тысяч рублей. И, естественно, надо понимать, с какими недостатками вы столкнетесь. Ну что, скажу вам, что оперативки очень малые. Это не позволяет процессору развернуться на полную катушку. Хотя, как ни странно, мощные игры идут таки неплохо. Динамик, звук, ну, совсем фигня. Но все-таки он есть. Это уже хорошо. Загрузил в PUBG Mobile и увидел, что для данного устройства автоматически было выбрано низкое качество графики. Я не собираюсь играть в PUBG Mobile. Просто хочу посмотреть, насколько идет хорошо перемещение по карте. Вообще, в принципе, пампс. Все очень сильно тормозит. То есть, ну, если вы мазохисты, если вам прямо совсем сильно хочется. Обратите внимание, также по ходу движения прогружаются деревья. То есть, на всем, на чем можно сэкономить ресурсы, игра это делает. Также прогружается трава. Вот я вижу человека. Ты куда? Стой! Ты же играть не умеешь. Пам-паум! Я его замотал. Дамы и господа, я установил танки, чтобы посмотреть, с каким качеством идет здесь эта игра. Удивительно плавно. И пока что на лица никаких нет. Так, вижу врага. Где враг? Ребят, ну, видите, я даже увлекся этой темой. Так что, игра танки здесь идет. Дриптрейсинг 2, как и просили мои дорогие подписчики, я установил на этот смартфон. Так, ну, что можно видеть здесь, что играть вполне возможно сейчас. То, что мы видим, тянет видеокарта. Частота кадров 12. И это, как бы, напоминает игру на старых компьютерах. Играть можно, но очень, очень будет все тормозить, как бы. Удивительно, но в играх он показал себя достаточно хорошо. Я обалдел, когда он потянул Shadowgun Legends. Как? Вот, ну, я вообще, ну, я удивлен. У меня нет слов просто. Если бы вы, Samsung, добавили сюда хотя бы пару гигабайт, маленьких пару гигабайт оперативочки, то этот процессор Snapdragon и эта видеокарта Adreno сделали бы свое дело. И он попал бы, наверное, в более высокие рейтинги. Но я понимаю, вам хочется, чтобы все... Я не понимаю только одного. Вы ставите сюда мощный процессор, хорошую видеокарту и 2 гига оперативки. Что за бред? Они не могут развернуться при этих параметрах. Они не могут показать все свои возможности. Им места не хватает, понимаете? Вы качка засунули в маленькую узкую кофту. Понимаете? Вот что получилось. Эх, бомбит меня от таких вещей. Ну, в общем и целом, ну, что могу сказать? За эти деньги нормальный смартфон. И его можно подарить именно детям, либо тем, кто постарше, которым по барабану все ваши игры. Тянуть он будет все. Потому что оптимизация хорошая. Ведь Samsung это серьезная компания. Даже если они ставят какое-то слабенькое железо в каких-то местах, то они все равно оптимизируют это так, что оно работает идеально. Плавность, ну, супер. Я думаю, что и через год все будет в полном порядке. Поэтому смело покупайте, зная обо всех его недостатках. Ну, вы меня поняли. На сегодня это все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Желаю вам всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok